Моторадио представляет Прозвуки Звуки, которые издает мотоцикл Которые иногда пугают мотоциклистов Но мы как раз поговорим о тех звуках Которые легко можно устранить И что это не всегда трагично Первый звук Первая нота Лязганье какой-нибудь Нет, как-то лет 20 назад Ну очень давно На заре деятельности Моей в качестве мото-механика Приезжают два таких балбеса Таких отъявленных мотоциклиста Молодых, без шлемов Вдвоем на одном мотоцикле Говорит, все, делаем капиталку Я говорю, делаем так делаем Без проблем Сейчас начнем Мотоцикл из CB400 Классический Внутрияпонский мотоцикл И я такой смотрю Смотрю на него внимательно Говорю Свечи поменяли, да? Они говорят Откуда вы знаете? Я говорю, я экстрасенс Я экстрасенс, говорю Они говорят, да И дорого будет капиталка стоить Я говорю, ну, дорого Дорого, да Давайте сейчас Немного Поиграем с проводами Ну, посмотрел Номера проводов Из катушек Переткнул как надо Воткнул все Раз, завоем, как часы Они такие О! Я говорю, так что, капиталку Делаем, нет? А, нет Нет, все Мы тогда поехали Даже денег не заплатили Но, в общем-то, за это И брать-то нечего было Так в чем звук-то? Какой звук-то был? Просто перепутали провода И, допустим, когда поршень подходит наверх И там должно загореться искра от свечки А она не загорается А загорается в другой момент И у свечек другие вспышки пошли Не тогда, когда надо И поэтому Лязганье, грохот Стреляние И всякий этот ужас В общем Ну, я сразу посмотрел Что четвертый цилиндр На нем написано 3 Ну, 3 не может быть на 4 А на японских мотоциклах Так, культурненько Всегда написано Значит, беленькая Беленькая такая Буквочка Циферка такая Написано 1, 2, 3, 4 Так И должно быть вот так Все 1, 2, 3, 4 А там все По-другому Ну, это было давным-давно Да Но, тем не менее Можно вот так вот себе Устроить геморрой Очень часто приезжают люди И говорят Блин, у меня что-то с мотором Звук такой, говорит Непостоянный, говорит И все время Все время этот Цокает так неприятно Я говорю А когда направо Наклоняешь Или налево, когда больше Когда налево больше Я говорю Ага, понятно Ну, значит Дело не в моторе В мотоциклисте Нет, нет Почему Просто Откуда Ты знаешь Ну, то есть Если вот человек Уже с этим сталкивался Он сразу понимает В чем собака порывалась А когда первый раз У тебя появляется Какой-то странный Звонкий звук Со стороны мотора А так как мотор Находится у нас На улице На мотоцикле А не под капотом В машине Поэтому, значит Звуки Они все очень Громкие Допустим На Харлее Это Идет Труба Выхлопная А на ней Накладки Красивые Хромированные Накладки Эти хромированные Красивые Накладки Если их снять Переворачиваешь Скобы Внутри есть Чем длиннее Тем больше С обратной стороны С обратной стороны Скобы А еще Из нержавейки Хомуты Которые Прикручивают И поэтому Чтобы тебе там Снять трубы Тебе нужно Все вот эти вот Шалобушки Поснимать То есть Ты откручиваешь Сперва Или отверткой Или ключиком Там Аля на 8 Хомуты И снимаешь Эти штуки И вот как раз Очень часто Отгнивает Вот эта вот Ножка В которую Заводится Кожух Нет Хомут А приварен он Кожуху А потом Захромированный Вот И туда попадает Влага Плюс Температура Там И в общем Ржавеет И отгнивает И все И этот Начинает С одной стороны Болтаться Вот А так как Это одноцельная деталь И запасных частей На эту Накладку Нету То приходится Там Вылезать Болгаркой Ножницами И чем придется Такую же скобу Которая Рядом И приваривать И Конечно можно С той стороны Горячую Холодную тряпку Положить Но все равно Прожигаются И Этот Хром Он это Подгорает И Получаются Точки И когда Человек На это Согласен То мы Подвариваем Одеваем Хомут И все Стабилизируется Если Человеку Будет Раздражать Эти Точки Ну мы Их Заполировываем Конечно Но их Все равно Может быть Видно Вот Тогда предлагаем Купить Каждая накладка Стоит 20 тысяч Рублей Это к звукам К звукам Так То есть Если отгнило Оно болтается Внутри И бьется И ты не понимаешь Ощущение Как из мотора Все идеально Все держится Ничего не отваливается Просто Он это Когда едет Ветер задувает И он Тынч А потрясти Никак Мотоцикл Потрясти Полтонны И потрясти Мотоцикл Я не знаю Можешь себе Это Позвоночник Сместить Вот Поэтому Значит И мы Просто Или деревянной Резиновой Кияночкой Или Даем возможность Остыть И рукой Стоишь И по всем Этим штукам А какая из них Отскочила Непонятно Ну чаще всего Чем Ближе к переду Чаще всего Там где горячее Да Но бывает И в разных местах И вот сидишь Сукаешь Стукаешь Стукаешь Второе Значит Выхлопные трубы Вот на Харлее Они значит Прикручены на хомуты Вырабатывается Металл На самой Выхлопной И Сколько бы ты Не затягивал На всю катушку А там уже Разболтана И уже Не зажимается И вот там Бринчание Такое идет Ужасное Люди очень Переживают Значит Исправление Этой неисправности Или Хорошую БУшную Трубу Туда Оригинальную Ставишь В которой Нету Выработки Или Плохую Трубу Берешь Но с хорошим Кончиком Отрезаешь И тогда у тебя появляется шов Но если он у тебя за кофрами То ничего страшного А если на виду То Накладка В общем Слушай Вот как говорит Благословенный Слава Басмач Что любая замена выхлопа Это Требуется Перенастройка Потому что Меняются Вот эти вот там Внутренние давления Выхлопы Там инерция выхода газов И так далее И нужно якобы опять Ну Подстраивать как-то мотор А ты так с легкостью говоришь Меняем 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 Это же все равно За собой все-таки Влечет какую-то адаптацию Нет Выхлопа нет Нет Мы говорим про оригинальную Харлиюшку Про оригинальную Да То есть она И если у этой оригинальной трубы Фланец Начал разбалтываться То ты берешь Отрезаешь Носик Врезаешь его В старую Или БУшную Такую же трубу ставишь И не нарушается ничего Получается А если у тебя там Выпотрошено И уже Под нее подстроено Или ничего не подстроено То есть ты Меняешь только Место захода Выхлопной трубы Оставляя саму трубу Ту же самую Да Ну тогда да Ты прав Вообще я думал Честно говоря Что если на огромной скорости Ехать на мотоцикле То звуки Ты особо и не слышишь То есть они как-то Сзади там улетают Да Это хорошая тема Когда ты Выпотрошиваешь Весь глушитель И у тебя стоит Бешеный грохот Даже На холостом То Тебя вообще Ничего не волнует То есть Никакие звуки Тебя не интересуют Ты вообще Ничего не слышишь То есть наша программа Не для таких людей Да Это вообще Отличная тема Единственное Недостаток Недостаток Этой системы То что ты едешь Едешь И у тебя бах И труба отвалилась И скребется По асфальту А ты тоже можешь Этого не слышать Если на огромной скорости Едешь Нет Когда у тебя начинает Подкидывать Вот только тогда А ну да Да Вот И поэтому А насчет Перестройки Ну не знаю Вот у меня Купил как-то Утопленный мотоцикл Поставил На него Другие поршня Побольше На софтейл Завел Поршня? Ну там Были подгнившие Цилиндры Проточили И поставили Больший объем То есть Твинкам 88 Сделали Твинкам 95 Ничего Это был Софтейл 2003 года Ничего Не Перестраивали Ничего не делали Он Ехал Отлично И все было хорошо Вот Но Когда я поставил 1.7 На Твинкам 1.6 То Были Дисбаланс И пришлось Перестраивать Вот То есть Когда как Да А когда Я у себя На мотоцикле Выбил Все из трубы Ничего не изменилось То есть Ни громче В смысле Ни быстрее Ни медленнее Он Не стал ездить Он как ездил Так и ездил То есть Как бы Поставил фильтр Нулевого сопротивления И все из трубы Выкинул И никуда не ездил И он Отлично работал Крутил Все ездил И поэтому Если ты Проделал такую операцию И заменил глушитель И у тебя ничего не поменялось И свечи у тебя Выглядят прекрасно Их не забрасывают И они не белеют А они красного цвета То и Езди Да Никто не спорит Я по аналогиям С автомобилем Что у нас Стучит И расстраивает Нас в автомобиле Подвеска Да Правильно Вот Погромыхивает Там Сям На поворотах Смотришь Ага Рулевая Значит у тебя Или тяга подразбита Или шаровая Или например Какая-нибудь защита Картера железная А там Один болт оторвался От сугробов И Стучит По там Балке нижней Например То есть Подвесочные звуки Они в мотоцикле Есть? Есть конечно Есть Ну почему С такой неохотой О них говоришь У нас же тема Звуки Из мотоциклов Которые Он уезжает Говорит Слушайте Что-то это Стучит Подвеска Ну стучит Подвеска И все Ну мы взяли Перебрали все Перея все Поставили новые Приезжает Говорит Стучит Точно так же Все точно так же Стучит Ты сам Ты сам уже Сел Миллиметров Миллиметров По восемь С двух сторон Такие Пластмассовые Накладки Они были Покрашены Красиво Все Но Притом Когда он Там падал Они потрескались И от них Отвалились Какие-то куски Внутри Остались Да? Нет Нет Они Остались На асфальте А те Которые Остались На мотоцикле Они уже Как-то Не получалось Их поставить Оригинального Оригинальных Болтов Не было Для закручивания Бака И там Были Те Которые Видно Пришли С этими Пластмассами Они такие Хромированные Они на Шестиграничках Они Вообще Такие Симпатичные Все Там Шайбочка Такая Хромированная И Мы Прикрутили Их Но Выяснилось То Что Эти Болтики На 2 Миллиметра Длиннее Каждый Ну Типа Чтобы Эти Пластмассовые Штуки Прижимать То есть Они Прижимались За счет Болтов Которые Держат Бензобак И Эти Пластиковые Штуки Которые Закрывают Переднюю Часть Рамы И Окошечко Для Вин Номера Не Помню Уже Не важно Вот И Оказалось Что Мы Закрутили На Максималку Все Прижалось Но Не до Конца И Когда Ты Переезжаешь Лежать Свою Полицейского Или Въезжаешь В ямку То Бак Приподнимался Стукал И Такое И Такое ощущение Что У тебя Передняя Подвеска Капут То есть Внутри При колебаниях Некоторых Мотоциклов Во время Езды Внутри Бак Стучал Об раму Грубо говоря Да Короче Бак И Спереди Два Уха И Вот Эти Два Уха Они Не были Так Поджаты Они Стучали Об этот Болт Об раму Он Не бился Он Короче В этом Болту В своей Пазике А он Овальный Как вы Исправили Мы Никак Не Исправили Это Уже В другом Сервисе Они Открутили У них Были Оригинальные Болты Закрутили Оригинальные Болты И все Закончилось Или Нужно Было Положить Две Шайбочки Но Мы Просто Не Выяснили Этот Момент Но Я К тому Что Звуки Бывают Разные Звуки Бывают Откуда Не Возьмись Звуки Которые Издает Мотоцикл И Которые Вот эти Самые Звуки Могут Ну Как-то Заставить Волноваться Тревожиться Мотоциклиста Он не Понимает Что Это Начинает Думать Куда Бы поехать Починиться Или Хотя бы Понять В чем Дело И Подобных Звуков В мотоцикле Может быть Огромное Количество И Из Того Что Слышал Я Вот Я Не Такой Мотоциклист Нет Я имею Ввиду Дукати Да Совершенно Правильно Я вспоминал Они Завода Шумят И Это Считается Нормальным Волноваться Не о чем Просто Надо Сразу Знать Об этом Вот Ну Там Корзина Сцепления Она Специально Когда Продают На дилере Прямо И говорят Товарищи Когда уже Деньги Пересчитали Вы Не волнуйтесь Главное Сейчас Он будет Шуметь Это нормально На самом деле Звуков Довольно Таки Много На мотоцикле Мы сейчас Разберем Пока у нас Время не кончилось Разберем Самый Основной Звук Вот У меня Такой Небольшой Лайфхак Я сам Езжу На Харлей В наушниках Езжу Лайфхак Нет Лайфхак Это как Я не знаю Что это за слово Но якобы Это какая-то Хорошая Идея Легкопроизводимая Или как Это Твой частный Способ Починки Исправления Чего-либо Ну Короче Вот С левой стороны На электричке Есть Кулисы Переключения Передач У Харлей Значит Две Железные Переключалки Педали Такие здоровые Как педали На переднюю Нажимаешь Это вниз Значит На заднюю Вверх Вот Пяточкой И многие Кстати Убирают Одну Из Этих штук И И даже Есть Такая Накладочка Чтобы Вал В ботинок Не упирался То есть Только вперед Мотоцикл Только вперед Не Ну ты просто Можешь дергать Зацепляя Сверх Ну Здесь же Тоже Одна Одна Переключалка Вверх И вниз Ей Можно Вот Но просто Назад Мне очень нравится Пяткой Переключать Вверх Очень Ну Очень нравится А на самом деле Тут есть такая Хитрость Это Две педали Одного Примерно Веса И Они Работают Как Балансир И Когда у тебя Две педали Разбалтывается Кулисный Механизм Меньше Значит Есть флажок То есть Из вала Коробки передач Выходит Некий Вал Такой Много Много Зубчиков Очень мелких Здесь Большой вал А на Харле Он в два раза Меньше Это вот К которому Прикручена Вот эта Лапка Это да 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 Только вот здесь Зубчики маленькие Но сам вал Толстый Потому что Он является Еще и Кикстартером Я поясню Нашим слушателям Что у нас В студии Стоит В метре от нас Мотоцикл Ява Я пальцами Тыкаю Сосисками Чтобы не удивлялись Думают Про что они говорят У нас вот ява Красивая Вот Но принципы Видите Сохранился Значит Этот флажок Сверху Одевается флажок Зубчиками И зажимается Чтобы не болтался Потом значит Вверху этого флажка Есть резьба Естественно Дюймовая К ней Прикручивается Тяга На Двух Шарик Ну вот как бы Как шаровый Шарнир Шарнир Да Внутри мясо Шарик Снаружи резьба Вкручивается В этот флажок Дальше Еще один флажок Если вперед Двигаться Получается Ручка переключения Передач Как в машине В теории В теории Да Если к ней Приварить кусок Трубы То в принципе Да Так многие Мотоциклисты Кстати и делают На старых Харлеях Вот Потом значит Идет следующий Вал Который уже Прикручивается То есть Не торчит Из коробки Который уже Прикручивается На праймаре Там значит Такой цилиндрик В нем значит Втулка такая А-ля латунная Или стальная Не помню Она меняется И через нее Проходит вал И уже На этот вал Одеваются Две лапки Переключения Передач То есть Передняя и задняя Передача Ну в смысле Не передача А передняя и задняя Лапка А передача У нее все время Вперед С этой стороны Вот И значит Вот эти два вала Они Могут себя плохо вести И умереть Вот эти два флажка Могут умереть И вот этот Кулисный механизм Самопруток И два вот этих Шаровых Малюсеньких Соединения Которые Всю эту конструкцию Крепят Это все Разбалтывается Со временем Но можно И грохот стоит Неимоверный То есть Когда вот это Все люфтит у тебя Просто Ты к мотоциклу подходишь А у тебя все Вот это живет И шевелится Это неправильно И Если за этим следить То этот механизм Ну этот механизм Считается больным местом Но если ты следишь За этим местом Внимательно И делаешь Все процедуры Связанные с ним То этот механизм Живет Довольно таки Долго Вот Значит Но звуки издает Да Вот допустим Чтобы поменять Вот этот флажок Который на коробку Одевается Он находится Между праймери И коробкой И вытащить его Оттуда Никак невозможно Тебе нужно Слить масло Открыть дерби крышку Выбросить прокладку Сразу Выбросить прокладку Снять эту Крышку Которую закрывает Праймери Потом весь корпус Праймери Сняв сцепление Все Все цепи Натяжители Все это вытащить Потом открутить Шарнирчик этот Да Поставить новый На определенное место Закрутить И обратно Все собрать Ну Во-первых Это как бы Деньги Время Масло Ты попадаешь На прокладку На этот флажок На болтик Новенький Ну то есть Как бы Время И деньги И в любом сервисе Если ты придешь С этим флажком Типа он Люфтит Болтается Передача Надо ловить Там долго В любом сервисе Тебе так и сделают Потому что Никто не будет Пользоваться Моими лавхаками В сервисе Сделают все Как бы Новое Новый флажок Новый болтик Тебе все Новое поставят Чтобы не было Никаких проблем И слава богу Но только это дорого Да А что делаю я Значит Я смотрю На этот флажок И когда я замечаю Наблюдаю За этим Постоянно Подходишь Не болтается Отлично Оп Болтается Я беру Битку Дюймовую Вставляю Вороток Трещоточку И подтягиваю Полуборотик Сделал Хоп Не болтается Вот Потом Наступает Такой момент А там Этот болтик Проходит Через Прорезь В этом валу Там выемка Есть И При Дребежании Там Может Стачиваться Резьба На этом болтике И этот болтик Уже не шевелится Ни туда Ни обратно А у тебя уже есть люфт Вот нужно Выкрутить Старый болт И закрутить Оригинальный Дюймовый Новый болт И у тебя опять Все зажимается Я уже За За последние пять лет Поменял Три болтика А флажок Не поменял На своем Да И у меня Не люфтит То есть я когда Допустим Когда профакал И понял Что он уже там Не туда Не сюда Не крутится Упираешься Долго 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 Ждешь Когда все таки Провернется И кое-как Его выкручиваешь Самое главное Выкрутить Если ты уже Залез туда Шестигранником Хреновым Этим Такой Как проволочка Загнутым И начал крутить То сто процентов У тебя там все Провернется Вместо шестигранника У тебя там уже будет круг И придется уже Снимать все И там Чуть ли не привариваться Вот Передний вал Тоже Меняется И там точно Такая же система Там точно Такой же флажок Вот Но Есть прямо Комплект Все меняется Вместе Если в дороге У тебя выскочили Вот эти два шаровых То есть бывает Раз человек Передача Все упало Выскочил Этот шарик торчит у тебя А Значит Лайфхак в дороге Взять молоток И стукнуть в то место Куда попадает шарик И он тогда Какое-то время Не будет выскакивать Вот Но по приезду Все поменять Если У тебя нет молотка И тебе нужно Срочно куда-то ехать Резинка Из денег Если у тебя есть деньги И на них есть резинка То резинка Из-под денег Очень хорошая штука Ты заматываешь И он едет Ну а если нет Ни того ни другого И денег тоже нет Скотч Изолента Стяжка В трех Этих Позициях И можно ехать дальше Ничего страшного Пугаться не надо И пускай звенит Давай еще Еще о каких-то звуках Что еще может греметь В мотоцикле Что-нибудь непривинченное Отвинченное Какой-нибудь Подшипники какие-нибудь Что еще Когда ты Нажимаешь на тормоз Так И щелканье происходит Такое Значит чаще Скорее всего У тебя передний Подшипник Рулевой колонки Или не затянут Или умер У меня был на Харлее Тут нажимаешь на тормоз Он тык Остановился Тык 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 То есть такой люфт Серьезный Такой бомба И этот Все Типа Надо менять подшипник Нет Надо добраться То есть снять верхнюю траверсу Вот Там на Харлее Очень хитрая конструкция Так сделана Что в принципе Колесо Можно не снимать Можно крутить Без верхней траверсы Вот Ты верхнюю траверсу снимаешь И там есть Большая Большой Ключ Там Не знаю На 46 Или на 42 Я не помню Большой Так Есть пластина Запорная Которая не дает открутиться Нужно Отжать Чуть-чуть ослабить И снизу Короче Регулировочный Винт Он Выглядит Как Элис Нет Круглая штука С маленькими Насечками Такими И вот Ей поджимать надо То есть Вот эта Верхняя Большая гайка Она ничего Не поджимает То есть Она Только можно Ее там Приослабить И подтянуть Я такие операции Обычно делаю Без снятия Перед ней Даже траверсы То есть Ключом Заходишь туда Зажимаешь И верхнюю Закручиваешь И можно этот люфт Убрать Да Этот люфт убрать Ну единственное Что нужно там Затянуть до конца И потом отпустить Там на полоборота И потом покрутить Рулем Чтобы не закусывало У тебя Если уже Ты видишь Что у тебя Значит Ну Поддомкаченный Мотоцикл Что у тебя Посередине Вот так вот Как этот Становится Так Ну значит Там уже такая Просечка есть Что уже все-таки Подшипник Нужно менять Но доехать Куда-нибудь Еще можно Это не колесный Подшипник Который Если умер То значит Все Каранты А это тот Подшипник Который Ну да Ну ты знаешь Ну можно еще До конца сезона Доехать Ничего страшного Но когда уже Там все до конца Зажато И ты качаешь И все болтается Ну значит Уже все Слушай А ведь какие-то Но они С завода Идут роликовые А вот на японских С завода Идут шариковые И потом Ставят тюнинные Роликовые То на Харлей Сразу идут роликовые Подшипники Это такие бочонки Это такие бочонки по кругу Стартером Стартером Моторчик Раскручивает Там Планетарочку Такую Это раскручивает Вот этот вот Механизм Завода И эти ролики Значит Становятся В таком положении Что у тебя Схватывают за колено И начинают Проворачивать И заводятся Это такой Стартер Блин У Харлея Как у автомобиля Да Ну как вот Как автомобиль Втягивающая Блин Моторчик Редуктор Бендикс Бендикс Все у тебя Как по-человечески А тут значит Вроде Сам стартерчик Маленький Но к нему Тут шестереночка Тут шестереночка А потом Такая мундула Еще Вот эта вот Хрень И страшный грохот И грохот Стоит А то есть Вот ты там Пять раз Сделал Потом он Эти бочоночки Все-таки Соизволили Они зацепились Это провернулось Короче Как только СВСу Там тысяч двадцать Тысяч километров Где-то Блин Это такое Ну сейчас уже Китайцы делают Сейчас уже Хорошие китайцы Стали делать Конечно Беда Мотоцикл хороший А вот звуки Не очень Три минуты Осталось у нас Твои Советы Когда вот надо Реально насторожиться Когда Какой звук Когда я учился В учебном заведении Связанном с автомобилями Было Есть такие Три буквы ЕТО Потрясающий весь И Это Ежедневный технический осмотр Визуальный Помогает Очень хорошо помогает И То есть Перед выездом Куда-нибудь Особенно Перед дальником Или даже просто Из гаража выехал Или со стоянки Просто взгляни И не где тебе там Никто Ночью не воткнулся Или ты Со вчерашнего вечера Подножку не потерял Или еще что-нибудь Иногда помогает И мне И моим друзьям Так что Ну и Надо заезжать В сервис Периодически Даже если у тебя Кажется что у тебя Все отлично Просто заезжать В сервис Сказать Ну парни Посмотрите что-нибудь там Опытным взглядом Потому что Ты занимаешься компьютерами И На хрена тебе Вот еще этот опыт Заехал Там Оставил Тысячу рублей Парни подергали Все Сказали У тебя Спицы Уже Дрова Человек ездит Счастливый Говорит Ну если сейчас Их не подтянуть Тогда ты попадаешь На два колеса А эти колеса Стоят бешеных денег А Ну давайте Слушайте Подтяните И вот так вот У нас есть такие люди Просто посмотрите Есть проблема Не не просто Посмотрите все Все нормально Да я поехал ЕТО Ежедневный Да Ну наверное Самый страшный звук Отсутствие звука Когда ты крутишь Пытаешься А оно даже не крути Самый страшный звук Когда мотоцикл не завелся Он тихо Но грустно Да Ну и ты сам издаешь Наверное звук тоже Звук бешенства Вот это страшные звуки Все Заканчиваем Давай А вот Забыли мы по просьбе Да 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 Вот это Хорошо Хорошо Саша Молодец Торжественно Объявляю Скоро Балтик ралли Очень скоро Поэтому Пора строить Мотоцикл На кастом зоны А если они уже построены Просто перевозить Выходите на связь С Алексеевичем Срочно Выходите на связь С Алексеевичем С Балтик ралли Сайт работает Я заходил вчера Там есть даже Мой портрет С моим телефоном И с мылом Смайлом Вот так что Везите все мотоциклы Все которые вы считаете Что это кастом Мы разберемся Вот У нас Мультибрендовая Кастом зона Поэтому И Ямахи И Хонды И китайские И электрические И Харлей У нас все есть Будет круто Хотите Чтобы ваш мотоцикл Кому-то доставил удовольствие Эстетическое Техническое Не держите это Не держите в гараже Да Привозите Покажите людям Это круто Все Спасибо большое Алексей Марченко Он же Алексеевич Всего доброго В программе Байки Про байки Счастливо Скоро услышимся Моторадио представляет